Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Вот там Другая фольга Здесь Другая фольга Другая пояда Пussyка Другая с Cuando Субтитры Sour Субтитры сделал DimaTorzok и потекла ну вот после праздников я думаю должен слесарь прийти и все эти нам посмотреть сделать что-то и протекала ну вот буквально розетка сантиметров 15 и влага вот чуть-чуть вот розетку прям зацепила не знаю почему я подумал то что соседи потому что вот здесь у нас есть видно вам наверно вот она пятно вот она идет тихо не трогайте с этим тазом я теперь бегать должна там наверху не так заметно но вот она пятно есть и поэтому я потому что это соседи свекор приезжал пошел ругаться на соседей потому что я не могу выйти с ребенком как бы мне тяжело туда подняться выйти потому что вдруг сосед злой толкнет чего-нибудь с лестнице по ну не знаю мало ли и ребенок здесь одного дома оставьте тоже не могу и пойти то есть ни туда ни сюда ну когда мы там заметно что пятно появилось в том углу она уже внизу было сухое а сверху немножко потому что они увидели что у них там что-то потекло там может быть ведро с водой упал и все то есть свекру я уговорю чтобы он сходил а чего они прыгают хорошо да покажи как они прыгают дима не прыгают а это вертится вертится как они вот как они его побежал 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 вот она как вертится да давайте покажу у него не получается дай он хочет сделать это вот так вот ему как нравится он не умеет кидать и они вот так вот делают и Ух, как она танцует. Тут у тебя прям два зеленых. Вроде пирамида у тебя цветная была. Неси, неси, скорей. Да, еще заметила, у меня рука перемотана, потому что когда градусник стряхивало, немножко что-то там повредило, у меня болеет, начало. Я стала заматывать, заматываешь легче как-то, не настолько поворачиваешь руку. А, куда ты, куда ты полез? Хулиган маленький, надо его унести куда-нибудь. Вот, не настолько поворачиваешь руку, и она не настолько травмируется. Куда ты полез? Что тут? Ну, давай покажем, что тут у Димы. Дима тут памперсы, грязная одежда. Да, вот тут я в мешок вот так складываю грязную одежду Димину. Я вам рассказывала, в каком-то влоге у нас у каждого свой мешочек, потому что некуда ставить корзину для грязного белья. Ну, просто какой-то угол, где она будет стоять, мне хочется, чтобы было все пустое, чтобы полы можно было помыть спокойно. Вот, Димина одежда зимняя, летняя там какая-то. Вот здесь у Димы. Не показал? Не будешь показывать? Варю сейчас индейку, Димочки. Сегодня на маленьком огне. Обычно я прям на большом варю, а в прошлый раз родители мои были, тоже сварили индейку на маленьком огне. Она была такая нежная, вкусная, мягкая, такая прям таяла во рту. Вот, сегодня тоже буду варить. Правда, она еще замороженная у меня была. Вот. И вот тут у меня будет скоро обзорчик на такую вот чайную, скажем так, вкуснятину. Я вообще очень люблю чай. Вот. На днях она вот скоро будет. Не знаю, правда, как она там выйдет, потому что там у меня очень-очень много обзоров накопилось, которые уже я сделала. Уже по два ролика у меня там, вы видите, выходят. Вот, потому что они просто, их очень много, компьютер забит, уже очень сильно забит. Вот. Также вот, кстати, да, я купила шоколадки. Мы когда в ленту ходили, по-моему, поход наш я не записала, что ли. Нет, по-моему, я не записывала, потому что постоянно ходим, ходим. В одной и той же дороге я не стала записывать. Вот. Их было пять штук, уже осталось три. И когда я там была в Ашане, я купила еще вот такие вот печеньки. Мне, кстати, очень понравились. Они мне напомнили с детства мое. В детстве тоже были такие же печеньки. Такие вот. Внутри с начинкой. Я помню, мы их открывали. Правда, они покрупнее немножко были. Открывали их, эту начинку слизывали. А потом ели сами печеньки. Вот мне что-то так вспомнилось. Вот. На нее обзор я сделать не стала. Потому что сейчас этих обзоров и так очень-очень много. И мне надо делать еще очень-очень много. У меня тут испрать. Я что-то прям лимонад захотела относительно недавно. Вот. И так же у меня вот скоро будет идти масленка. Которую я решила сделать сама. Потому что купить не успела. У меня на Азоне хотела заказать, но прям не успела. У меня перед носом ее забрали. Пока я там заказ свой собирала. Там быстро забирают. Я сделала такую вот сама. Баночка ее сейчас моется вот тут вот. Сейчас разбухнет там грязь немножко. Вот. Я ее помою и будет отдельный, короче, обзор на нее. Вот. А тут вот я прям смотрю, ноженька появилась такая. Так. Сегодня я хочу взвесить мой чесночок. Такой я чесночок начистила. Снова я буду его засушивать. Как в принципе засушила, был у меня отдельный ролик. Поскольку это у нас остается чеснок лишний. Уже весна наступила. Уже скоро пойдет свежий. И надо от него куда-то избавиться. Поэтому вот. Вот уже сушила в прошлый раз. Мы с вами даже сушили. Вот. Такая же вот целая баночка. И вот уже половинка. Ну, там была половинка, но уже поменьше осталось. Его я добавляю в основном в салат. Вот. Делаю соусы. В соусы добавляю. Это очень экономит время. Это быстро. Добавила и все. То есть не надо чистить чеснок. Потом его резать. Там мелко на чем-то там в блендере перемешивать. Потом эту чашку моешь. То есть у меня нет столько времени. Особенно с маленьким ребенком. Вот. И сейчас я просто у меня чисто из любопытства. Интересно сколько же чеснок сейчас на данный момент весит. У него я уже отрезала попки. Ну, может быть там у некоторых остались. Не знаю. Вот. Их осталось только помыть. Разрезать чуть-чуть поменьше. Пополам. Если они некоторые есть вон гигантские. Прям какие. Вот. Такой конечно будет сохнуть очень долго. Вот. 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 Тарелочку у меня. Вставим. О! Тарелка весит целый килограмм. И 68 грамм. Вот. Сейчас мы нажмем на нашу кнопочку тары. Чтобы она взвесила тарелку. Чтоб нам не отнимать потом. Вот. Она взвесила. И сюда мы пересыпаем. Так. Чесночка у нас 614 грамм. Ну, 615 пускай будет. Вот. Запомните. Даже 613. Ладно. 613 пускай будет. Мы запомним. И потом, когда он высохнет, мы его взвесим снова. И посмотрим, сколько же он весил. Сколько же ушло на запах. Да. Влаги сколько ушло. Интересно. Ну, вот наш чесночок высох. Такой вот он получился. Здесь, кстати, он с дырочками получился. Можно его продеть через веревочку, например. И носить сушеный чесночок на шее. Может быть, как-то отпугивающее у кого-нибудь. Или чтобы не заболеть. Вот детский сад, кстати, ребенка. Вот. Кто вводит, одевает. Я помню, в детстве нам киндеры одевали. А в киндере был чесночок. Сушеный, я тоже думаю, можно. И давайте его взвесим. Посмотрим, насколько он уменьшился в сушеном виде. Немножечко котлона в сторону. Берем наши весы. Включаем. Кладем нашу чашечку. Кнопочка тары. Так. До этого наши чесночки весили 613 грамм. Наполнены соком. А теперь, сейчас мы проверим, сколько они стали есть. Что-то сделать. Как правило с этим, чем купить? Чтобы кофе же если работаешь их поражать о технике к концу, Субтитры сделал DimaTorzok И стали они у нас весить 262 грамма А было 613 Представляете, было чуть больше полкило А стало всего 261 даже или 2 Насколько много ушло влаги Представляете, они совершенно сухие 351 грамм влаги Представляете, 351 грамм Ну там 1, ладно, без разницы 350 350, представляете, грамм Ушло влаги, настолько они высохли Вот мы с вами взвесили чесночок Узнали, сколько ушло